Здравствуйте, в эфире программа по существу и сегодня наш гость уполномоченный по защите прав предпринимателей. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте, Александр Николаевич, недавно вы представили подробный доклад о своей работе правительству региона. Республиканскому институту уполномоченного по защите прав предпринимателей исполнилось 6 лет. Что главного, по-вашему, было сделано с того времени, когда вы встали у руля института? В целом, институт уполномоченного действует в Российской Федерации с 2012 года. В Чувашской Республике он начал работу с 2013 года. За это время удалось принять необходимые нормативно-правовые акты, организовать работу и, самое главное, наладить взаимодействие с общественностью, с правоохранительными органами, с самими предпринимателями и с институтами развития. И, конечно же, нам удалось организовать предметные выезды, приемы граждан, ну и, соответственно, разъяснять нормы законодательства. Понятно, что любое ведомство ограничено возможностях и правах предпринимателей, к примеру, в Республике поддерживает Министерство экономического развития, а также ряд некоммерческих организаций. Какую конкретную помощь оказываете вы бизнесу? Ну, в целом, если посмотреть по структуре обращений к нам, то в основном за вот прошлый год в структуре обращений много было по земельно-имущественным отношениям вопросов. Также были вопросы, связанные с проверками. Есть также обращения, которые посвящены с деятельностью так называемых нестационарных торговых объектов. Также были обращения, которые посвящены так называемой реформе в сфере транспорта. Ну и другие по антимонопольному законодательству или так называемое сейчас по мусорной реформе. Все эти вопросы являлись наиболее актуальными. Наверное, реформа все-таки, как любое дело, со скрипом продвигается, начинается, но потом-то все устаканивается. В соответствии с поручением главы Чувашской Республики мы сейчас разъясняем предпринимателям, каков порядок установления платы. Какие способы есть сегодня по определению тарифа? Потому что у предпринимателей первое время было недопонимание в связи с тем, что они получали договоры, так называемые договоры присоединения. Но об этом попозже. При подготовке этого интервью поймался я на мысли, что вас и вашу команду можно сравнить с медиками. Ведь именно вы ставите диагноз и впоследствии выписываете правильный рецепт. А как конкретному предпринимателю понять, что не нужно заниматься самолечением, а пора уже обращаться к вам? Ну, как правило, в основном предприниматели пытаются сами решить вопрос, то есть либо в судебном порядке, либо в административном порядке. Зачастую бывают случаи, когда предприниматель сам ведет себя недобросовестно и уже сталкивается с тем, что на него наложен штраф за определенные виновные действия. Или он приходит к нам с просьбой разъяснить ему какой-то механизм защиты, тактику ведения, так сказать, оборонительных действий для того, чтобы избежать крупного штрафа. Или принять меры для восстановления своего права, в продлении, например, договора или в получении разрешения на строительство, иных согласований. То есть это все вопросы, где он, значит, видит сложности во взаимоотношениях в основном с государственными органами, органами местного управления. То есть такая комплексная помощь. Совершенно верно. Мы принимаем всех предпринимателей. У нас нет даже определенных часов. Мы в течение дня ведем прием. Телефон на 64-22-63. Любой предприниматель в любое время может к нам обратиться, в том числе через соцсети. Об этом часто говорит и глава Чувашской республики. Мы анализируем также наиболее актуальные обращения, которые, значит, публикуются в соцсетях, в Инстаграме, в Фейсбуке. Сами часто описываем и наши победы, и, значит, разъясняем законодательство, например, на своей страничке в интернете, на КАПРУ, в Фейсбуке. Какую пользу, по-вашему, принес институту полномоченного, с вашей точки зрения? Ну, мне кажется, самая главная польза – это то, что предприниматель знает, куда ему обратиться. В первую очередь для того, чтобы понять, что делать. Ну, зачастую к нам обращается, конечно, средний и малый бизнес. И, что важно, микробизнес, то есть это предприниматели, у которых, например, нет в штате своего юриста. Крупные предприятия, как правило, обращаются по вопросам, связанных с порядком налогообложения или с возможностью получения льгот. А вот, что касается микробизнеса, вот я уже сказал вначале, что очень много обращений было от владельцев нестационарных торговых объектов, значит, от предпринимателей, которые получили квитанции, значит, с повышенным налогом в связи, значит, с увеличением кадастровой стоимости. Мы также им подробно разъясняли и порядок оспаривания кадастровой стоимости, а также другие вопросы. На что чаще всего жалуются в бизнесах в республике? Ну, нельзя так сказать, наверное, чаще, потому что у предпринимателей может быть на приеме несколько вопросов. Ну, вот, например, до последнего года, значит, отчетного года, имею в виду, было непонимание относительно, значит, порядка начисления плата, например, за, значит, земельные участки. То есть не соглашались, например, со стоимостью аренды, ну, вот, например, в городе Чебоксары. Если по Чувашии, их интересовал порядок определения кадастровой стоимости по республике, особенно, вот, например, в муниципальных образованиях, да, в том числе. Потом, если посмотреть по городам, то по городам основные вопросы были связаны с перевозками. Если посмотреть, значит, экологические нарушения, то здесь вот так называемое, это вот как раз порядок, значит, оплаты за вывоз мусора. Если посмотреть проверки, то многих предпринимателей интересовал вопрос, каким образом заменить штраф на предупреждение или участие, наше участие в судах на стороне предпринимателей. И мы разъясняли, что нужно от них ходатайство. Кстати, не уходя далеко от проверок, президент России поставил задачу к 2021 году перейти на рискориентированный подход в работе с предпринимателями. Все-таки количество проверок в республике уменьшилось? Да, действительно, мы уже это отмечаем и в предыдущем отчете, и в отчете за этот год. У нас многие федеральные структуры и региональные существенно снизили количество проверок, некоторые в 5-6 раз. То есть по плановым проверкам мы видим кратное снижение. Что касается внеплановых, да, они проводятся часто, и зачастую основаниями для их проведения являются действительно обоснованные жалобы и заявления, в том числе и граждан. То есть там, где, значит, есть признаки административного правонарушения. Но необходимо понимать, что сам порядок формирования плановых проверок, значит, он сейчас устоялся, и вот этот план, он согласовывается с прокуратурой Чувашской республикой. То есть, если проверка не была запланирована изначально, и, соответственно, пришел контролер, то, значит, первое дело, бизнес уже знает, что нужно спросить. А, значит, было ли такое согласование с прокурором? А как обстоят дела с устаревшими требованиями, которые зачастую предъявляют контролеры к бизнесу? Ну, здесь, наверное, речь идет не только про устаревшие нормы и про нормы, так называемые, избыточные требования законодательства. Об этом говорил и президент нашей страны. До 1 января 2021 года, как мы уже знаем, поставлена задача правительству Российской Федерации. И мы тоже, в соответствии с поручением главы Чувашской республики, сейчас начинаем заниматься изучением тех норм, которые бы, как говорят в народе, упросили бы деятельность бизнеса. Вот в прошлом году в рамках послания главы Чувашской республики мы выявили 20 вот таких вот норм, изменение которых или, значит, отмена дублирования которых существенно бы помогло бы бизнесу ведение его деятельности. Там были и нормы, которые касаются и государственных закупок, и, значит, порядка формирования представлений, отчетов. Это и вопросы, которые связаны с, значит, с анпинами, с НИПами и прочее. Мы перейдем к конкретным обращениям в ваш адрес. Представители торговых центров жалуются, что плата за вывоз мусора взлетела более чем в 10 раз. А оплачивать в ВВС ТКО приходится с привязкой к площадям. Как разрешается этот вопрос? Ну, что касается юридических лиц, то вот при подготовке вот к нашей сегодняшней встрече я зашел на сайт регионального оператора. Там очень подробно и доходчиво, значит, показано на сайте, значит, где нужно выбрать форму этого договора, ознакомиться с формой, зайти в раздел 5, и там четко написано, что сегодня, значит, порядок определения, значит, платы может быть выбран предпринимателем, исходя из норматива, либо исходя из фактического объема. И здесь предприниматель должен знать, что если он может предоставить отдельную площадку для сбора и вывоза мусора, то есть если у него будет контейнер, которым пользуется только он, то, соответственно, он может предложить, и для регионального оператора это является обязательным, чтобы у него мусор считался по объему накопленного мусора в контейнере. И здесь еще предприниматель должен знать, что это правило является обязательным для регионального оператора в силу того, что он у нас занимает доминирующее положение. И в случае, если региональный оператор будет отказываться по вывозу за фактический объем, то, соответственно, предприниматель победит в антимонопольном органе, значит, в этом споре. Если возникнут проблемы, то предприниматель может обратиться к нам, мы будем помогать ему в разрешении данного вопроса. То есть тут все индивидуально? Здесь индивидуально, да. И в то же время вот это постановление 505, оно как раз-таки на стороне предпринимателя. Просто многие не знают, они договор не читают внимательно или подписывают, а потом уже берутся за голову. То есть предприниматель должен предложить свои условия региональному оператору. Вот выступая с докладом об итогах деятельности на заседании правительства, вы отметили, что остается актуальным вопрос несвоевременной оплаты чувашским поставщикам товаров, работ, услуг, заказчиками, работающими по 223-му ФЗ. Что делается для того, чтобы решить эту проблему? Вы знаете, действительно, проблема очень актуальная. Вот по обращению главы Чувашской республики позапрошлом году в 44-й закон о контрактной системе были внесены изменения, был установлен 30-дневный срок оплаты и установлена административная ответственность, значит, госзаказчиков. Вот в Чувашской республике задолженности государственных и муниципальных заказчиков по контрактам практически нет. Ну, то есть она может быть текущая, небольшая. Почему? Потому что очень большие штрафы установлены в законе о контрактной системе. Мы отмечаем, что сейчас нужно внести такие же изменения в 223-й закон. Это закон о закупках отдельными видами юридических лиц, по которому работают основные госкомпании. Например, члены электротехнического кластера отгружают свою продукцию в госкомпанию и, соответственно, оплаты могут достигать 120-180 дней. И нужно в законе прописать так, чтобы эта оплата была вовремя. Как вовремя сегодня платят больницы, другие бюджетные учреждения, чтобы были равные условия. Для решения этой проблемы мы подготовили законодательную инициативу. Госсовет нас поддержал и сегодня законодательные инициативы находятся на рассмотрении в Государственной Думе, о чем я уже говорил на заседании правительства. Еще, наверное, одна актуальная проблема – споры в сфере земельных отношений. Что конкретно волнует здесь бизнес? По земельным отношениям многие предприниматели, например, обращают внимание, что они долго пользовались объектом, который не был зарегистрирован или купили с торгов. Это часто относится к объектам, как мы говорим, ликвидированных колхозов. То есть не было зарегистрировано в рекпалате. И он начинает сейчас стройку или к нему приходят квитанции, он начинает изучать и тут хватается за голову. То есть бывают ситуации, когда уже нет ни конкурсного управляющего или предприятие, у которого он купил, уже ликвидировано. Другие вопросы, они связаны, например, с выдачей разрешения строительства. Когда он, не прочитав закон, сначала построил фундамент, а потом начинает, что называется, пытаться это как-то легализовать. А вот как-то не получится, потому что все прописано в законе. Или бывают вопросы, которые связаны с, как мы называем, узаконением парковок. Тоже очень такая тема болезненная для бизнеса. Ну и другие, которые касаются порядка определения платы. И самое главное еще, выкупа у малого бизнеса. Есть преимущественное право выкупа в помещениях, которые они арендуют. Мы тоже помогаем с этими вопросами. Я понимаю, проблемы в сфере бизнеса можно обсуждать бесконечно, но оставим это на следующие эфиры. Спасибо за подробные ответы, Александр Николаевич. Спасибо за внимание. Сегодня в программе «По существу» на наши вопросы отвечал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской республике. Субтитры создавал DimaTorzok